Из приветствия президента Российской Федерации Министерства внутренних дел России. Во все времена задачей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск была защита интересов Отечества. Именно от вас зависят спокойствие и стабильность в России, обеспечение прав и свобод граждан, благоприятный деловой климат в стране. Спокойствие и стабильность. Как же нужны они нам сейчас? Сейчас, в 21 веке, когда у человечества появилось столько возможностей творить, изучать, сотрудничать. Проходят годы, меняются люди, государственный строй, политический режим, ветры перемен меняют взгляд политиков и власть имущих на функции органов внутренних дел. Но всегда остаются незыблемыми героизм их сотрудников, вера их в добро и справедливость, верность присяге и долгу службы. Профессия блюстителя права порядка и закона трудная, опасная и вместе с тем почетная. В Музее Министерства внутренних дел собраны материалы и сведения о становлении и развитии этой силовой системы на всех этапах ее развития в Карачаево-Черкесии. Золотой фонд ветеранов органов внутренних дел – это гордость не только Карачаево-Черкесской республики, но и всей России. Именно ветераны своим жизненным примером помогают молодым сотрудникам органов внутренних дел гордиться своей профессией. Более трех тысяч пенсионеров и инвалидов, послуживших в системе МВД, находятся под попечительством завета. Совет ветеранов МВД по Карачаево-Черкесской республике использует свои возможности для оказания помощи руководству МВД по республике в воспитании и становлении молодых сотрудников. Мы очень часто проводим встречи в школах, в полицейских классах, встречаемся с молодыми сотрудниками, проводим беседы. Армия ветеранов, она огромная. Конечно же, каждый ветеран, прослуживший в милиции, сейчас уже в полиции, уйдя на заслуженный отдых или по болезни, сталкивается с теми же трудностями в жизни, как и все жители нашей страны. Совет ветеранов старается их не оставлять одних. Мы стараемся привлечь их к посильному труду, чтобы они были со всеми вместе в обществе, занимались воспитанием молодого поколения. Совет ветеранов МВД республики занимается также оказанием помощи семьям погибших сотрудников милиции, оказывает помощь всем ветеранам. Никто этому не обязывает. Это инициатива нашего председателя совета ветеранов Качкарова Алия Альмурзаевича. Он просто по натуре человек такой, беспокойный, хочет всем ветеранам помочь. Мы это делаем. Кроме этого, наши ветераны, которые себя чувствуют, приболел, плохо в жизни, какая-то жизненная ситуация, мы стараемся их не оставлять одних один на один в жизни, мы стараемся их посещать дома, бывать. Кто может ходить, приходить, приглашаем в Совет ветеранов на различные мероприятия, которые проводятся в городе, с тем, чтобы человек жил полноценной жизнью в обществе. Без малого 30 лет посвятил службе в уголовном розыске Иналь Мухаджирович Магометов. Ветеран органов внутренних дел часто приходит в музей, где среди множества документов и фотографий находит те, которые напоминают ему годы его неспокойной юности, и словно старая черно-белая кинопленка прокручивают в его памяти дорогие сердцу воспоминания. В детстве он помнит хорошо имена и фамилии односельчан, мальчишек, с которыми впервые скрутил сигаретку-самокрутку из коровьего навоза. А других тогда и не водилось. Время было военное. Перед войной в аулах редко у кого на руках было свидетельство о рождении. Такой документ человек мог получить спустя много лет после того, как появился на свет. Иналь Магометов долго носил фамилию своей матери, которая обладала слабым здоровьем и страдала провалами в памяти. В ауле мы без документов все были. Перед войной все документы были уничтожены. А мама у меня больная была. Она сильно болела. Временами у нее просветы были. Ну, это я грубо, конечно, сказал. Как-то я спросил, я говорю, мам, я Балов или кто еще? Нет, говорит, ты по фамилии Магометов Иналь Мухаджирович. Когда родился, где родился? Она говорит, ты родился в марте, не помню. Какой год тоже не помню. Поехал пешком, пошел пешком через горы в Хабец, комиссия. Там меня раздели, конечно, с трудом. Меня наружно, ну, как, обзорно обсмотрели. Ну, посмотрели под мышками, волосной по корове есть. Я уже взрослый человек. Седьмой класс заканчивал. Пишите 15 марта 40-го года. Мать Иналя, женцу Радбалова, сама воспитывала двоих сыновей. Тяжелое послевоенное время, голод, разруха. У женщины не было даже возможности купить обычные штапельные штаны и рубашонку, чтобы отправить детей в школу. Вскоре от голода умер младший сын. Даже когда сеяли что-то, пойдешь, гоняли, палками избивали, бригадир. Трактор, сеялка разворачивается. Когда разворачивается, зерно сыпется. Мы там же с воронами собирали вот это зерно. Ну, там, хоть ты же менее поешь что-то, это уже и спасение тоже своего рода. Вот. Нас прогоняли, а ворон не прогоняли. Ну, вот так жили. Ну, там, где картошка была после зимы, собирали гнилые картошку, из нее суп варили. Ну, не до школы было. Однажды Иналь заболел. Дженсурат повела мальчика из Аула Кубина в Усть-Джигуту на прием к фельдшеру. После осмотра врача, мать и сын вышли во дворик небольшой больнички. И тут к ним прибились несколько поросят, которые в поисках еды забрели в местные окрестности. Я никогда не видел поросята, какие-то мелкие такие, розовенькие, с такими хвостами. Я их на всю жизнь запомнил. За нами пошли. Ну, мама плачет, их отгоняет, они не уходят. И к нам прямо пришли. Это весаул увидели. Ну, ночью там какие-то пришли. Окна разбили, по голове ударили матери. Она вся в крови. Она говорит, мне нельзя оставаться, надо. Она через заднее окно вышла. В общем, ушла куда не знает. В тот злополучный день Иналь Магометов, мальчишка из Абазинского аула остался один на один с первыми в своей жизни серьезными испытаниями. В Джигуте дороги не было. Каким-то образом я оказался через Псирский мост. Цементный завод внизу был, я помню. И около Церкви. Там травка хорошая была под забором. Я ночевал там ночью. Днем там около забора. Люди ели яблоки. Серединовые еда и края очень вкусные. Поднимал, ел. И, видимо, я потерял сознание. Сколько я там был, я не знаю. И как в детдоме оказался, тоже не знаю. Потом я в палате, через сколько я пришел в себя. Все такое беленькое. Я в такой постели лежу, аж прямо не пойму дико. Я вообще вот так оказался в детдоме. Или в детприемнике, я не знаю, даже до сих пор. В детском доме Эналь прожил 7 месяцев. Мама к тому времени поправилась. И вместе с директором местной школы забрала сына домой. Денег по-прежнему ни на что не хватало. Возрослевший, ставший подростком Эналь пас аульских овец, чем зарабатывал на пропитание себе и матери. Находилось время и на общение со сверстниками. В ауле у нас, ну как во всех аулах в то время, как лазили по деревьям, яблок воровали. Вот как-то попал я в такую группу. Первый раз, как говорят, на дело. И я не знал, что надо убегать после того, как кражу совершили. Хозяин вышел, идет к нам. Все разбежались с нашим начальником первого отряда. Я остался, а мужик идет ко мне, здоровый такой. Он подошел, обнял. Ну, думаю, сейчас получу капитально. Отвел в дом. И впервые я у него дома попробовал, накормил на отвал вареников. Это, оказывается, чекаловый семя. Кто знает, как сложилась бы судьба мальчика, если бы на его пути не встретились добрые, неравнодушные люди. С теплотой и благодарностью в сердце вспоминает сегодня седой ветеран своего первого опекуна Петра Катуевича Логучева, настоящего старшего товарища и наставника Владимира Чекалова и многих других. Они внушили молодому парнишке тогда, в нелегкие послевоенные годы, что без знаний в жизни придется трудно. В ауле совсем другая атмосфера была раньше. Старались детей воспитывать сообща все вместе. Там на улице, если поймали тебя, что ты куришь, мог получить. И навсегда так поймали меня за этим делом. Я навсегда поклялся и больше курить не буду. Вот я до сих пор и не курю. Когда даже Петя Логучев ушел в армию, оттуда писал. «Иналь, пожалуйста, не бросай, учись, учись, учись». Все время он поддерживал. Ну и кроме этого в ауле все, и старшие, и учителя во всем этом. Благодаря их я семь классов закончил, и потом с отличием. Ну, мой друг Володя учился в Орженикидзе, тогдашний Владикавказ, сейчас в Орженикидзе. Ну, думаю, поеду за ним. После школы, по наставлению старших, Иналь Магометов пробовал учиться в Орженикидзеевском горнометаллургическом техникуме. Не получилось. Поступил в школу киномехаников в городе Лобинске. Тогда, ну как, всему учили. И коват, и железо делать, и ремонтировать. Аппаратура тогда была такая, не то что сейчас, полуручная. Учили стипендия была, ну, где-то на обед стипендия до конца месяца хватало. Остальное мы ночью разгружали, сахар в вагонах, все это. После учебы вернулся в родные края. Образованный, одаренный и просто симпатичный молодой киномеханик работал в школе, вел дополнительные факультативы у старшеклассников. Тут и приключилась с ним забавная криминальная история. В аппаратуре много было у меня в лаборатории. Один из вещей, ну, ребятишками я там кинокружки вел, все видели, знали, где что лежить. В одно время их украли. И нет, и все. Приехали с области сыщики такие, как запомнил Шмыгин, Елонов, эксперт. Уже не помню фамилии. Ну, в общем, все. Я смотрел, как они все это делают. Фотографируют, следы там, отпечатки берут. Меня опросили. Ну, потом, как они уехали, я был фотокорреспондентом молодого ленинца, Савропольского. Фотографировал я неплохо. Отпечатки прекрасные получились, как пальцы, так и следы ног. Проходит недели, две, месяц, преступление не раскрывается. Потом я эти следы просто у меня в памяти остались, и запомнил. Кто-то в этот, известь, наступил, и на звонок бегом ушел в класс. Я посмотрел, это же те же следы, что меня обворовал. Я по следу, по следу в класс пришел. Ну, учителя-то меня уважали, знали. Собственно говоря, я в педагогическом коллективе. Я говорю, вот так, вот так. Мне этот след нужен, человек. Никто не шевельнулся. Я говорю, ну-ка, постройтесь. Все построил, мальчика этого вывел. К себе завел лабораторию, без милиции, без никого. Он своего соучастника сказал. Я им говорю, ребята, я вас не сдам. Вещи, которые вы украли, вот эту аппаратуру всю, очень ценная аппаратура была военная, вы отнесете, где живет начальник милиции, Багаев, Жамбул Константинович. И у двери все это поставите. Это целая гора. Они еле открыли двери, Багаев. Аппаратура вся стоит. Он звонит. Инал говорит, я нашел всю твою эту аппаратуру. Ну, мы пошли, все забрали, поставили. Потом мы с области приехали и кололи меня несколько дней. Я ребят не сдал, все равно. Они закончили 10 классов. Юдин Николай, по-моему, он стал военным летчиком. Другой военный связист. Так что тюрьма не всех исправляет. Я в то время понял, что людям надо помочь тем, которые ты веришь, что первый раз человек совершает преступление, он исправим. Это основная у меня задача была. То есть, как у медиков, наша основная работа – это профилактика. Профилактика предупреждения преступления. Инал Магометов, как и все мальчишки того поколения, с детства хотел иметь профессию мужественную. Ставь, к примеру, танкистом, летчиком или пограничником. Но только не милиционером. Не в чести у местного населения в ту пору были блюстители правопорядка. Под каким-то предлогом и не сказав, какое именно учебное заведение, но отправил таки начальник усть-жигутинского ОВД Джамбул-Багаев молодого и неопытного парнишку в славный город Саратов. По прибытии на место Инал узнал, что не быть ему пограничником, а учиться предстоит милицейскому делу в Саратовской школе милиции. Уже весову узнал, похвалился, что я буду военным и так далее, и так далее. Девчонки, подружки там всякие. Приехал в Саратов, смотрю, закрыто учебное заведение. Ну, думаю, училище военное. На проходе стоят милиционеры, там кругом милиция. Думаю, куда я попал? И сказали, это нет, это милицейская школа, двухгодичная. Ну, думаю, уеду. Это ж позор, во-первых, милиционерам для аула. Это невозможно для тех, ну, так милиционерам скотина стала, и все. Потом, думаю, двойку получу. Ну, прямо я сказал то, что я думал о чем. Думаю, лучше двойку получу, не сдам. Ну, приеду с чистой совестью. Ну, сели, первое сочинение написали. Со мной русский паренек сидел. Он, я написал в предложении правительство. А он говорит, правительство А. Ну, я быстренько там хвостик прибавил. Потом еще одну запятую там показал. И, надо ж, четыре получил по сочинению. А историю я очень любил. По истории я пять получил. По литературе и тройку. А иностранный язык, я изучал русский язык. Поэтому я не сдал иностранный язык. Вместо иностранного в Кубине нам преподавали русский язык. Так я поступил. Три месяца проучился оперативно-розыскной деятельности. Как мне это дело понравилось. Когда узнали, что я в нотах разбираюсь, музыкальный взвод был. В этот взвод меня взяли. Сперва я играл на альте, секунда называется. Потом на трубу перешел. И, кроме этого, там же я общественной работой занимался. Они своего киномеханика, которому не платили, уволили. Я целых два года бесплатно им крутил кинофильмы. Учебу Магометов совмещал с занятиями музыкой. Занимался общественной работой. Как-то раз в Доме ученых давали концерт оркестр духовых инструментов. И Наль по очереди с товарищами играл на трубе. По очереди, потому что молодым музыкантам потанцевать хотелось тоже. Девушки в Саратове уж больно привлекательные. Все как на подбор блондинки. Ну, когда моя очередь, я пошел, смотрю, такая девчонка светленькая стоит. Я ее пригласил, она меня такими дикими глазами посмотрела. Ну, пошла. Она отвернулась, не пойму. Ну, мне прямо аж больно стало, что она не смотрит, отворачивается. Оказывается, она лук съела и пошла на вечер. Ну, вот так там же с женой познакомился. Когда я играю, мой товарищ, ее хватаете танцует. Меня это уже разодрало. Отвел я ее первый раз домой. Сказала, проспект Ленина 20, квартира 5, до сих пор запомнил. Светленькой девчонкой оказалась любовь. Любовь Григорьевна стала главной любовью всей его жизни. Матерью двоих детей, дочери Светланы и сына Александра. Мне кажется, что такого человека второго нет. Не знаю. Это чистейший ангел. Мы не смогли ни разу поругать. Это не говорит о том, что я какой-то особенный, какой-то человек. Я обыкновенный земной человек со всеми недостатками и положительными словами. Жизнь не раз посылала им испытания. После того, как родился второй ребенок, Любовь Григорьевна оказалась прикована к постели. И все эти годы рядом с ней был заботливый супруг. Откуда у него брались силы? Ведь работать в уголовном розыске приходилось сутками. 1968 год. В ходе одного расследования Иналью Магометову вместе с экспертом удалось задержать преступника, который находился в розыске с 1943 года. Был в жизни старшего уполномоченного по особо важным делам и трагический случай. Ну, работник уголовного розыска, как говорят, это люди невидимого фронта, мы форму не носили. Мы в гражданской форме все время. Шел по Первой Майской улице, собственно говоря, можно сказать, домой. И смотрю двое пьяных, молодые люди, девочку лет 15 или 16, но не более, тащили ее в подвал. Ну, я понял, что случится. Я подбежал, представился, но они сильно пьяны были, даже ноль внимания. Короче говоря, в этот момент не думаешь ни о чем. Вы понимаете, мы фанатично верили в светлое будущее всего человечества. Верили в справедливость нашей работы. Поэтому о себе в этот момент не думаешь. Думаешь о том, как оказать помощь человеку. Во время вот этой потасовки девочка вырвалась и убежала. Ну, я говорю, давайте я вас домой отведу, там все такое, нельзя оставлять их. Ну, пошли, пошли. И сейчас же вот впадить, зайдешь, одна дорога идет в подвал вниз, а вторая на лестничную клетку. Вот где магазин «Жемчуг», старый дом, он четырехэтажный. В этот подвал один из них сзади кирпичом ударил по голове. Ну, они пистолет не взяли, меня там в подвале оставили, ушли. Я когда очухался, вес в крови пришел в милицию, сказал вот так. Ну, там кругом все окружили, посмотрели, ничего не нашли. Ну, до трех часов мне там и помощь оказали. И уже идя в три часа ночи, смотрю, один друг там пьяный на скамейке лежит против магазина. Ну, я быстренько сходил назад, в дежурную часть, группу взяли, мы его так взяли. Ну, их привлекли к уголовной ответственности. После той тяжелой травмы руководство предложило молодому оперуполномочному Магометову инвалидность и, как следствие, отставку. Это считалось в то время, ну, как бы вам сказать, позором для кавказца, для молодого человека. Ну, плюс у меня семья. Ну, короче говоря, я попросил Багаева, Баранова, начальника УВД. Они в Старопро поехали, уговорили их. В общем, короче говоря, я остался в милиции служить дальше. Глядя на этого скромного человека с военной выправкой, трудно представить, что в его послуженном списке сотни раскрытых преступлений. Что он бросался на перерез вооруженным грабителем, принимал участие в погонях, сидел в засаде. Работник головного розыска – это очень сплоченный, это единая семья, это братья, сестры. Потерять самый... Это самый дорогой человек, который ты теряешь по службе. Это словами не передать. Его жалко, семью жалко, детей жалко. Правда, раньше это меньше случалось, а сейчас это, к сожалению, уже... Менталитет преступников совершенно другой. Общество тоже меняется. Раньше, как бы вам сказать, легко было служить. Именно с помощью людей много преступлений раскрывали. Мы с жильцами, жителями города, коллективом, это были единые, дружили все. Поэтому я даже период помню, в городе Черкесске, в городе Ли, в год совершено было всего 69 или 70 преступлений. А сейчас, за сутки, более сотни преступлений могут случиться. Время изменилось, люди меняются. В аулах сейчас может любой мужик подойти, попросить курить ребенка, пацана, который курит. А раньше это вообще смертельно опасно было. Все воспитывали. Весь аул сообща воспитывали. Удивенно заслуженный отдых, Эналь Мухаджирович, не сидит дома, сложа руки. Он возглавляет ревизионную комиссию в Совете ветеранов органов внутренних дел республики. Придет активную работу наравне со своими сослуживцами. Технические возможности милиции были не такие, как сейчас. И оснащение, к сожалению, было не совсем такое, которое устраивало сотрудников милиции. Но люди долга и чести, они занимались именно вот такой работой. Эналь Мухаджирович очень хороший семьянин. У него прекрасная семья, прекрасные дети. Сейчас уже внуки, внучки, которыми он гордится. Ну и, естественно, семья гордится своим дедом, отцом. Мы очень рады и всегда просим Эналь Мухаджировича, особенно в дни таких профессиональных праздников, как День уголовного розыска, чтобы он сегодняшним молодым сотрудникам полиции, ученикам в полицейских классах. Да и вообще просто рассказывал бы о том времени, когда он являлся сам оперуполномоченным в уголовном розыске. Что он с удовольствием и делает, за что ему большое спасибо. Это очень отзывчивый человек, который никогда не говорит, что это не мое, у меня нет времени. Он никогда, как и в годы службы своей и сейчас, ну, во-первых, человек полон энергии и готов прийти всегда на помощь. Когда появляется свободное время, старший уполномоченный Магометов приезжает на дачу. Здесь, занимаясь привычным с детства делом, он отдыхает, разговаривает со своими любимыми деревьями, а их здесь много. Яблони разных сортов, груши, молодые саженцы персиков, абрикосов. Есть и кизил, и молодая ель. В Кубине я увидел совершенно елку, которая, ну, нигде не растет. Посадил, вот, принялась, растет, хоть и условия не те. Рядом кизил. Поехал в питомник Эльбурганский, маленькую эту веточку вот такую. Там их море. Выкопал. Каждый год, каждый год вот дает урожай. Какое урожай собираете? Пять ведр, одна веточка дает. Нельзя человеку быть на работе таким хорошим, а дома, не дай бог. Человек должен быть везде одинаково, хорошим. Любить все, что есть. Если без любви к этим деревьям и земле относиться, ничего не получится без любви. А вот любя, все вот это, каждое растение, за которыми ты ухаживаешь, вот мы говорим, что они живые тоже, такие же, даже плачут не так, если ты порезал деревья. Ну, у меня очень много, я просто любитель. Обходит каждый метр дачного участка. Знает, что, где растет. Полить, подкормить, подрезать, подвязать. Везде чувствуется рука заботливого хозяина. Самое главное, я здесь черпаю, черпаю здоровье. Здоровье, первое. Психологический покой. И любовь к деревьям, мне кажется, прибавляет мне здоровье. Молодые деревца выращиваю. Овощи, фрукты очень интересные, их сортов вывожу. Но стараюсь так, чтобы что-то зимой, зима заканчивается, летом проживаю, они все спят. Ну, стариков обниму, просыпаетесь, говорю, там, кого-то похлопаешь, там, хватит спать. Ну, в общем, знаете, кто-то со стороны посмотрит, скажет, какой ты ненормальный. Ну, может быть, и ненормальный. Ну, это удовольствие я получаю от этого. Я живу с ними, когда один на один здесь. Из личного дела Магометова. Поощрить за проявленную оперативность, правильность организации оперативно-следственных мероприятий по установлению и задержанию опасных преступников, за умелое и быстрое раскрытие преступлений, за добросовестное отношение к исполнению служебного долга, проявленную инициативу, за высокое профессиональное мастерство, смелость и решительность. Официально, скупо, сдержанно. Что имеет он за свой труд и службу? Один красной звезды за личное мужество при ликвидации банкформирования. Медали за доблестный труд, за безупречную службу, за спасение утопающих. Знаки отличник милиции за отличную службу в МВД. 57 поощрений. В органах внутренних дел России тоже есть свои традиции. Одна из них – преемственность поколений. И ее всеми силами стараются сохранить ветераны. Они – наше настоящее и наше будущее. В том, что россияне живут сегодня под мирным небом, есть и их немалая заслуга. А самая большая награда за заслуги – это благодарность людей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok